привет всем сегодня будем готовить луковые оладьи очень вкусный рецепт рекомендую особенно постный сейчас прям перед праздником перед пасхой сама она в итоге нам понадобится чеснок 2 больших луковицы 2 яйца крупа манная перец соль и протертые помидоры натираем чеснок а в итоге нарезали лук мелко-мелко я люблю конечно соломкой но сейчас я меленько нарезал на товарищ придет в гости который лук не любит вот интересно не будет распознает или нет честно говоря он даже оладьи не похоже что они звука сделаны я взял 4 маленьких зубчика чеснока так чеснок мы почистили сюда теперь добавляем манку манку добавил в итоге все как я делаю так и вы делаете не изобретайте велосипедом всякие блендеры еще что-то сказано порезаны порезать значит порезать так что вот так два манки кидать сюда надо примерно блин где-то четверть может чуть больше объема вот этого всего ничего страшного если переборщите блин все равно вкусно будет яйца все склеют бьем сюда яйца солим потом еще есть что по по ценам все по вкусу и персин и солим кто как любит так размешиваем все это дело и оставляем на 15 минут вот какая у нас красотища получилась дальше на раскаленную сковородку наливаем масло вот теперь мы раскалили и начинаем я ложкой кто хочет там может руками у меня ложка удобнее делать оладушки ой запах пошел уже изумительный я снимаю одной рукой оператора нету неудобно потом включусь вот они смотрите как уже начинают поджариваться сейчас чуть-чуть прихватит пару минуток и можно уже будет переворачивать прошло пару минут так уже можно переворачивать они держатся очень прекрасно ни одной рукой неудобно лачат переверну включусь вот перевернул красотища неимоверная мне очень хуже нравится уже готов съесть вот они уже готовы практически все вот один этот уже готов самый первый что его клал единственно то что крутил их так во второй подошел с огонек убавлю пока чуть-чуть пока мы выкладываем откладываем сторону но никому не даем есть по крайней мере вообще чтобы даже не подходили близко а иначе сейчас сожрут все или съедят кому как удобнее так дальше убираю лопатку пока делаем опять огонь на быстрый и размешаем чуть-чуть и начинаем по-новому следующую партию жарить так теперь нам понадобится протертые томаты от помидоры я вот такими пользуюсь наливаем на сковородку так налить налили сделаем потише очень сильно огонь добавил так дальше берем все наши котлеты смотрите какие получились прекрасные и высыпаем сковородку добавляем огоньку так дальше распределяем по сковородке вот и пусть они там минут двадцать пять-тридцать в этой сковородке тушатся вот прошло минут пять и теперь можно добавить водички потому что густовато те места где начинает закипание происходить много не надо водички чтобы у нас тушилась а то она сейчас скоро жарится начнет вот видите какая красотича началась ох блин вот такие замечательные оладушки у нас получились все всем приятного аппетита кому понравилось ставьте лайки кому нет дизлайки не забывайте подписываться на канал